С нами на связи Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационного сопротивления. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Я бы хотел начать нашу беседу не с преступных массированных обстрелов Украины, а с подрыва Крымского моста. Сразу после взрыва многие военные эксперты говорили, что версия со взрывом грузовика не выдерживает критики. Во-первых, грузовик со взрывчаткой просто не проехать через сканеры, которые стоят на въезде в мост. А второе, взрыв даже грузовика с тротилом не мог бы обрушить пролеты моста. Ударная волна просто пошла бы вверх по линии наименшего сопротивления. Вероятнее всего, мост все-таки был заминирован явно не украинскими спецслужбами. Как вы считаете? Все версии имеют право на жизнь, в том числе и с грузовиком, поскольку есть еще такое понятие, как направленный взрыв. Но если говорить непосредственно о ситуации с Керченским мостом, то имеют право на жизнь как версия с грузовиком, так и версия с заминированием. Непосредственного моста. И, конечно, имеют право на жизнь и версия с неким оплавающим средством, например, катером, который доставил взрывку непосредственно под мост. Но все эти три версии, если их рассматривать, то возникает один очень важный вопрос. Как это возможно было действительно осуществить, учитывая то, что Керченский мост является одним из наиболее охраняемых объектов российскими силовыми структурами, в частности, непосредственно такой силовой структурой, как ФСБ. Если мы говорим о том, что невозможно было пропустить грузовик с взрывчаткой на мост, а это было возможно на самом деле, при условии, если этот грузовик имел какое-либо отношение к силовым структурам, таким как ФСБ, и у него была документация на транспортировку неких взрывчатых веществ из пункта А в пункт Б, то эта версия вполне здраво можно рассматривать. Аналогично, как и версию с тем, что разместить просто так необходимое количество взрывчатки под мостом, и все это мимо внимания патрулей ФСБ, опять-таки пограничной службы, и не только, которые постоянно курсируют катера в районе Керченского моста, но это было бы невозможно. Единственное, что это, конечно, вопрос относительно катера, сгруженного взрывчаткой, около тонны взрывчатого вещества должно было быть на него погружено. Но в таком случае возникает опять-таки вопрос. ФСБ просчитались? Ну вот имея на руках все эти факты, можно ли утверждать, что Путин действует по уже опробованному в Чечне шаблону, когда вот после того, как были подорваны дома в Буйнайске, Москве, Водонске в сентябре 99-го года, и Путин начал после этого войну, сейчас вот подрыв моста, и сразу после него массированный обстрел Украины ракетами. Это взрыв ведь для внутренней аудитории России выгоден, мне кажется, как оправдание эскалации в Украине и мобилизации, возможно. Похоже на то? В России ровным счетом ничего не стоило 24 февраля устроить более чем 160 пусков баллистических и крылатых ракет авиационного и морского базирования по территории Украины. Абсолютно ничего. Аналогично им ничего не мешало обстреливать массированно ежедневно на протяжении февраля, марта, апреля территорию Украины, до тех пор, пока дефицит ракетного вооружения не становился все более и более острым. Поэтому взрывать мост, что является само по себе уже серьезной репутационной потерей для России и непосредственно для нынешнего руководства России, ну, скажем так, исключительно, чтобы оправдать то, что они делают уже восьмой месяц подряд. Но оправдать мобилизацию, которая не популярна в российском обществе, например? В российском обществе не популярна, но, с другой стороны, взрыв моста не вернет почти 700 тысяч российских мужчин призывного возраста, сбежавших из России. И они чуть не побегут с повестками сразу в военкомат. Нет, в данном случае используется совсем другой момент. Мы можем говорить о Керченском масте как даже неком символизме беспомощности нынешней российской власти. Ведь давайте обратим внимание на то, что взрыв-то произошел 8-го числа, рано уже 8-го числа. А реакция ответная мы увидели только 10-го. Довольно-таки серьезная задержка для центра принятия оперативных решений, для принятия решений в общей парадигме системы управления. Она неэффективна.